Всем привет, с вами Зентрем и сегодня я вам хочу рассказать о истории Ижевского автобуса, поехали. Ижевский автобус, система автобусного транспорта в городе Ижевске, столица Удмуртской республики, включает в себя все городские маршруты, проходящие по территории города, а также маршруты, соединяющие Ижевск с его пригородными районами, территориально располагающимися в Завьяловском районе Удмуртии. Основным автобусным перевозчиком является ОАО и Попот, Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта, которое обслуживает подавляющее большинство городских и пригородных маршрутов Ижевска по регулируемому тарифу. Маршруты нерегулируемого тарифа обслуживаются небольшими перевозчиками, работающими в режиме маршрутного такси на автобусах малой вместимости. Организатором автобусного движения в городе по муниципальным маршрутам является администрация города Ижевска в лице Управления благоустройства и охраны окружающей среды. Википедия.ру. Ну а теперь перейдем к самой истории. Автобусное предприятие Эпопот изначально называлось Эпап, что значило Ижевское пассажирское автотранспортное предприятие. 8 июня 1932 года два автобуса московского завода АМУ открыли первый в Ижевске и в Удмуртии автобусный пассажирский маршрут. А уже в 1933 г. водителя Уйгурьянов и зам. директора отделения Автобус 300 м. А Некрасов открыли первый загородный пассажирский маршрут Ижевск-Чепца. Во время начала Великой Отечественной войны в 1941 году большая часть водителей мужчин ушли на войну, и уже в августе того же года появилась первая группа женщин-водителей, главой предприятия также стала женщина Августа Данилова. 1951 год Ижевский автопарк пополняется новыми автобусами ЗС-155. Они обслуживают 5 городских маршрутов общей протяженностью 37 км. За год они перевозят почти 2 млн пассажиров. В 1953 году автотранспорт разделяют на автобусный и грузовой автопарки. В автоконтору номер 1 входят автобусы и такси, в автоконтору номер 2 весь грузовой транспорт. И вот мы подошли к ипопот, ведь 8 мая 1973 года на базе двух автопарков, ЭПАП-1 и ЭПАП-3, создается новая структура, Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта, или ипопот. Его первым директором становится Геннадий Чуковин. На данный момент трудно сказать об состоянии ипопот, ведь замечены частые сбои и даже в приложении ИГИС автобусы ипопот стали плохо отображаться. Новый попот закупаются новые автобусы, чинится старый да и ничего нового. На данный момент основные модели автобусов в городе Ижевска это Волгобас 5270 Лиас 5259 МАЗ-103 Лиас 5256 МАЗ-105 ЭДР. Также в автобусах стали использоваться валидаторы, для бесконтактной оплаты, и кондукторов на многих маршрутах практически не осталось. И это даже к лучшему, ведь пока все оплатят у кондуктора пройдет больше времени, чем подойти к валидатору и приложить банковскую карту. А сейчас под конец я бы хотел вас поблагодарить за 300 подписчиков. Теперь моя цель до конца лета набрать 500, а на этом у меня все, если понравилось ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и если интересно можете посмотреть мои другие видео, до скорых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!